В уникальном для города STEM-центре дети с нуля создают удивительные вещи. Одна из последних разработок – смарт-звонок. Это автоматическое устройство в третьей гимназии появилось благодаря распечатанным деталям на 3D-принтере и собранным микросхемам. Стоит отметить, на каждом этапе учащиеся учебного заведения работали сами. Наш смарт-звонок, в принципе, он облегчает саму работу вахтёрам. Он может просто подать сигнал, чтобы вахтёр знал, что сейчас нужно подать звонок, поскольку иногда может быть такое, что звонок может подать раньше, позже. Тестирование прошло удачно довольно-таки, а разработка была где-то, наверное, с октября-сноября. Создание игр с акцентом на безопасность в среде скретч и актуализация данных в открытых картах Бавруська. Последние разработки гимназистов – это своего рода отчёт о проделанной работе. Посмотреть, чему научились дети, приехали и представители столичной компании «Лифт». Именно она оснастила STEM-центр всем необходимым оборудованием. Они организуют для детей мастер-классы, осуществляют различные проекты. И осенью прошёл ряд мастер-классов, на которых дети получили задания. И теперь это отчётная такая сессия. Дети отчитываются перед компанией, что они успели за это время сделать. Изобретатели представили новые возможности в семи секциях. Это проекты в области гуманитарных и естественных наук, а также программирования и робототехники. Учащийся Кирилл Зеленко, например, с помощью приложения в мобильном телефоне проверил своё создание на скорость и ловкость. Говорит, в этой технологии нет ничего сложного. Надо создать сначала робота, потом подключиться по блютузу к нему и потом управлять им. А ты сам создавал уже робота? Да, создавал уже. А что это за робот, расскажи. Робот называется Jack Blocks. Я его так назвала, потому что у меня есть один кумир, это ютубер такой. Он тоже роботов создаёт. STEM-центр в третьей гимназии вызвал самый что ни на есть ажиотаж. Получить образование будущего здесь стремится практически каждый. Более того, за 8 месяцев с момента открытия первого в Могилёвской области центра и одного из уникальнейших в стране нашим школьникам уже есть чем похвалиться. Помимо автоматического звонка, это ещё и OpenStripMap, виртуальный музей гимназии, мобильное приложение «Дом-школа-дом» и здоровое питание. Мария Бересневич, Максим Галёнко, Бобруйск, 360.